Сергей Шигашев 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 Эдуардо Скавинскому, местному боксеру. Ну, а в Грузии в основном побеждал. Но, правда, опять-таки, оппозиция у него была не бог весть, прямо скажем. Сергей Шигашев по прозвищу «Хулиган» когда-то был вторым-третьим номером сборной любительской России. И по определенным обстоятельствам долгое время не боксировал. Ну и теперь надо наверстывать упущенное. Надо наверстывать упущенное в профи. Если в любителях не получилось, заявите себе на самом высоком уровне. Первым номером, насколько я помню, в его весовой категории был Беспутин. То вот теперь все шансы у Шигашева, крепкого, бьющего, физически сильного боксера. Все шансы у него есть. Разговаривал я с Александром Золкиным о состоянии Шигашева на сегодняшний момент. Саша сказал, что, ну, в принципе, все хорошо, подготовка хорошая. Но единственная проблема российского профессионального бокса на самом деле – не так просто найти спарринг-партнера. Тем более не любят спарринговать с левшами. И нужно же все-таки из спарринга не выходить все время победителем, лупцу и мешков. А нужно каждый раз, отрабатывая с тренером что-то, что задумали, нужно спарринговать с хорошими мастерами. Которые должны быть все лучше и лучше. И сам ты становишься лучше. Сам ты становишься лучше. Ну, это аксиома. И вот здесь есть определенные проблемы. Не только для Сергея Шигашева, но и вообще для российских профи. Немножко растеряно. Мне кажется, сейчас выглядит Гвиниашвили. Пытается он на ногах уходить от Шигашева. Но тот хорошо режет углы. Не отпускать. Да, не давать ему дышать. Не давать грузинскому боксеру оглядеться. В девяти победных поединках шесть нокаутов зафиксировал Гвиниашвили. Плотный бой. Козырная карта Сергея Шигашева. Большое количество действий. Он очень моторный боксер. Сейчас проверяет. Ищет ключики. Но одновременно с этим его атаки могут быть и последними для соперника. У Шон представится возможность. Точно не отпустят. Что доказал в поединке с другим грузинским боксером. Простите, пожалуйста. Я вспомнил другой бой другого соперника из того же вечера на арене Рига в феврале этого года. У Гвиниашвили небольшое преимущество в росте в длине рук. Но это преимущество нивелирует Шигашев. Насколько я понимаю главным оружием у Гвиниашвили как он считает это правый кросс. Правый прямой в разрез. В принципе оружие против левши. И теоретически делает он все правильно. Но другое дело что не очень получается. Мягко скажем. Руки держит очень широко. на мой вкус Гвиниашвили за что может поплатиться. Опять-таки вот правый подключает все время. Пытался становиться тоже в левшу в первом раунде. Но из этого ничего не вышло. Шигашев должен поднимать что переводить нужно атаки с верхнего этажа на нижний и обратно. Но вот так по телу Гвиниашвили уже видны отметины. Вот атак Сергея Шигашева. Провалил. Нет, ударить не получилось. Провалил очень неплохо. Сейчас Сергей противника от этого тоже устаешь. От собственных не получившихся действий. Дергает, дергает, дергает вот так минимальными финтами. А сейчас чуть не нарвался на встречный правый Сергей но обошлось что называется. Вот сейчас он уже сделал вывод из ошибки которая была несколько секунд назад. чувствительный боксер Шигашев это в нем подкупает чуть-чуть не успевает чуть-чуть в каждом эпизоде практически он чуть-чуть не успевает. Но есть еще время пристреляться. Не стали размениваться на четырехраундовые поединки в тренерском штабе у Сергея сразу начал он с шести раундов ну 28 лет да все нужно делать ускоренными темпами ну гоняет-то противника по рингу он неплохо нужны попадания теперь нужны попадания в который раз уже в этом раунде мешают рекламные пуфики ну что ж развить сколько ему серьезно преимущество свое у Шигаши не получилось он владеет территорией владеет инициативой однако пока до серьезных угроз Ильяшвили не дошло смотрим повторы второго раунда не дал ударить справа но левый короткий пропустился на брежную дистанцию не получается должным образом в первую очередь сократить дистанцию у Сергея в этом бою вот как только это произойдет если это произойдет у него будет ощутимое преимущество в первом раунде повторюсь с первых же секунд он поставил Гвиниашвили в очень неудобной ситуации в чести грузинского боксера надо сказать что он освоился в ринге и пусть то что он делает образцом боксерского искусства не назовешь но школа хорошая и долгая любительская не проходит зря по крайней мере он уходит от самых опасных атак противника а в этом бою как раз Шигашев является фаворитом но при том что опыта профессионального больше у Гвиниашвили ну так можно сказать что бой равный соперности хотя на мой взгляд класс Шигашева выше все-таки очень много от любителя осталось у Гвиниашвили снова меняет он стойки иногда цепляет пусть не очень сильными ударами но цепляет Шигашев а Шигашев делает все хорошо до того как нужно приложиться как нужно попасть наметилось противостояние российской грузинской боксерских школ в этом вечере нет не успел догнать не успел догнать по-моему не очень понимал что хочет делать в этом бою Сергей в этом эпизоде конечно же не в бою прессингует прессингует загнал в угол но атаковать но один удар всего из этого эпизода и то удар сомнительного качества этого мало для победы ну вот уже что-то но больше больше ударов как в начале первого раунда я убежден что не было в планах у команды Шигашева одержать победу используя один единственный удар в этом бою ну вот концовку вырвал вместе с этой концовкой мне кажется вырвал и раунд без этого ну некоторые вопросы возникали буквально в метре от меня сейчас сидит Сергей по лицу видно что ну не очень он доволен сам своим выступлением понимаешь что-то кое-что не получается пытается сообразить вместе с Александром Жолкиным что и как это исправить то что готов то физически хорошо и это мы видим но не очень удобно ему может быть не предполагали что свою тактику Георгия Гвиниашвили построит на работе на ногах постоянно использую все пространство ринга не гнушается бегать все три минуты используя всю ширину пространства приглашаю ну а ты атакуй а я может быть тебя встречу и что у тебя получится вот бывает с такими противниками какого класса они не были очень трудно работать и вот есть категория бойцов с которыми практически все соперники выглядят не самым ярким образом мне кажется много воды сейчас на территории угла Гвиниашвили он подскользнулся так можно получить очень серьезную травму ахилла ну да вот подсказывает что много воды очень в углу и никто не протирает а это очень опасно прям с моей позиции сантиметровая лужа по высоте ну да ладно главное то что сейчас происходит между боксерами а не в углу тактика Гвиниашвили приносит ему вот хороший удар в область печени на самом деле мне показалось надо посмотреть повтор нет фиксируется что все-таки ниже пояса мне показалось то что называется легальный удар был но может быть и нет не берусь сейчас не берусь судить динамика эпизода не позволяет стопроцентный вывод сделать так вот тактика Гвиниашвили приносит успех в том смысле ему что он не позволяет по себе жестко попадать ну не будем считать вот этот удар чуть дистанцию дистанцию рвать нужно дистанцию рвать Шигашеву подхватывать атаки противника он действует одиночным ударом чаще всего этот одиночный удар приходит справа джеб он обозначает он не бьет джеб он отмахивается от Шигашева многовато сумбура в этом поединке ну а никто и не предполагал что будет легко разговаривал я много с промоутерами этого шоу и целью и было сделать так чтобы бои получились сложными для соперников чтобы не было тотального преимущества одного над другим закончен четвертый раунд ну кое-что начало получаться у Сергея может быть может быть ближе к середине пятого раунда и к раунду к шестому подустанет Виниашвили ну вот вы знаете вот сейчас посмотрел повтор вот сейчас этот повтор не очень хорошо показывает но предыдущий ну по-моему уровень пояса давайте смотрим еще раз а потом локтем сбил этот удар Виниашвили вы знаете я особых претензий к Сергею не предъявлял бы здесь и не всякий рефери бы оценил этот удар как удар ниже пояса ну что сделано то сделано и снова на ногах Гвиниашвили работает большую часть времени пытается контратаковать ну и вот использует все приемы которые возможно уходит вниз в защите Шигашев немедленно накладывает на него руки сверху Гвиниашвили не дает работать но и сам не бьет а руки у него длинные и так вот держит Сергея не на ударной для того дистанция правильно обрабатывает корпус обрабатывает корпус Сергея чтобы не давать двигаться Гвиниашвили но вот здесь когда сошли в центре ринга на ближней дистанции ну где работа апперкотами жесткие короткие удары которые в арсенале у Шигашева присутствуют провалил Шигашев хорошо провалил а контратаковать не получилось все время не хватает самой малости над этой малостью нужно работать до 50-го пота на тренировках чтобы это получалось уже автоматически вот атака по-моему первая за последние три раунда где все три удара в голову дошли до цели пусть не самыми сильными они были но попал Сергей и вот вот-вот-вот-вот начинает попадать начинает дистанция сокращаться потому что подустал Агвиниашвили а почему подустал Агвиниашвили не только потому что идет пятый раунд но и потому что за эти раунды обработал его пусть ну не максимально но обработал так что уже запас сил начал иссякать и на последней минуте шестого раунда я предположу что Агвиниашвили будет выжат как лимон хотя конечно же не хочется оказаться в роли горе-пророка ну что ж остался один раунд Сергею доказать свое преимуще в этом бою с задачей Агвиниашвили выжить справляется справляется с лихвой заметить его победу хотя бы в одной минуте из прошедших раундов а их было пять то есть пятнадцать минут боя ни одну минуту Агвиниашвили не выиграл думаю что доведет до победы этот поединок Сергей каким образом сейчас мы посмотрим поблагодарили уже друг друга за хороший бой Агвиниашвили и Шигашев ну и теперь нужно ставить точку желательно яркую не только накалки я здесь имею ввиду но и просто постараться запомниться зрителям сил еще осталось и сил немало вот выложить выплеснуть их все ну конечно же не безоглядно идти вперед пробует Шигашев и есть это в планах и уже все к этому пришло выступать в полусреднем весе начинал то он даже с перебором к первому среднему но вот до 66 есть возможность у него спуститься с ребятами первого полусреднего веса тяжелее будет по-прежнему работает по корпусу и настолько пугает этим ударом Винешвили что тот локоть прижимает с максимальной силой ну и тут конечно нужно обманывать переводить на голову ударом слева да устал устал Винешвили посмотрите как сократилась дистанция уже не думает об атаке отмахивается левый ждал я я думаю что Сергей ждал когда же он выбросит правую чтобы поддернуть и контратаковать не получилось но задачу свою Винешвили выполнил все-таки он вышел из этого боя без особых потерь если не считать тот спорный удар ну а здесь еще немножко посидел во время раунда глиж тот и закончился одерживает верх я думаю Шигашев нагласным решением каждый раунд остался за ним работать над чем в общем непочатый край этой самой работы в залах но повторил соперник неудобный очень неудобный для дебютанта профессионального ринга гораздо проще когда соперник хочет драться и идет к тебе и как говорилось в нашем любимом мутильме детского мы принимаем бой кричали они а вот когда тебя заставляют постоянно гоняться за собой вот тогда очень сложно ну что сейчас мы узнаем официальный вердикт суду но тот 60-54 гадалки не ходит 50-54 50-54 59-54 он 50-54 50-54 он 50-54 Равный раунд. Ну, это, собственно, не так важно. Третья победа в трех поединках Сергея Шигашева, с чем мы его и поздравляем. И надеемся на дальнейшее свершение, на дальнейший рост карьеры, на рост мастерства. Ну, а Александр Золкин, судя по его лицу, думает уже о следующих победах и о том, что делать на тренировке.